Приветствую всех, друзья! Вы на канале Шедрилл Пэй. Меня зовут Дмитрий. Друзья, мы продолжаем с вами Врата Балдура 2, Тени Амна, и идем дальше по сюжету. В прошлой серии мы начали с вами главу номер 3. Находимся мы в районе Токов, возле штаб-квартиры Теневых Воров, которые отправили нас на кладбище громить конкурентов, а именно вампиров. Там нас уже, по идее, должны ожидать на кладбище и открыть нам склеп, который раньше был намертво закрыт. Сейчас посмотрим. Как раз перед рассветом, у нас который час три ночи, можно будет разнести... Ух ты! А, мы его видели. Вернее, ее. В пух и прах можно разнести будет наших врагов. Здрасте. Ты ведь тоже искатель приключений? Надеюсь, твой жребий не будет столь печально, как у моих друзей, погребенных здесь. Это еще какая-то история со скорбящим, наверное, связана. Которая каждую ночь здесь появляется и что-то здесь делает. Странная, подозрительная. Ладно, пошли. О! Нет, подождите, это Авикония. Викония. А нам куда? Какая-то мага синими. Подожди, синие. Ну, нам не Викония нужна. Надо кого-то мага найти. А вот этаж дверь, да? Нет, это Викония. Подождите, а кого же мне найти надо? Какая-то синяя дверь сказали, а как она... Я, по-моему, в Сиди все открыл. Единственная закрытая, вот эта, возле которой мы стоим. А еще какая? Скорбящий. Люди, а куда идти? Стоп. Еще раз читаем. Так, хоть мои сведения пригодились, Ара, но это не то. Мне нужно туда пойти. Так, Бодхи совершенно определенный вампир. Моем расследовании подтвердило, что на ее слуги ниже тебе питают все эти тоннели под Клубическим районом. Мне нужно-то... Ааа, мне надо внутрь попасть. Я получу помощь мага и его голема, который откроет неподъемные синие двери к северу от паучьего гнезда. Все, это не здесь мы ищем. Это нам синее гнездо, по-моему, сюда в ход. Да, к нижним гробницам, сюда, да. Паучье гнездо мы уже разбили давным-давно. Да, и все, что там было, зачистили. А вот верхняя синяя дверь реально не открывалась. Вот и это мы как раз сейчас и вскроем. А выйдем, по-моему, через вот те двери, которые я только что дергал. Оно? Оно, вот на северном. Все, окей, нашел. Окей, окей. Пора нанести вампирам визит. Кто не слишком спокойно себя здесь чувствует? Ой, даже пауки появились. Фаза, убей. Отлично. Пока не придут, я уже всех убью, блин. Ну? Нормально. Скажу, что я был подготовлен к этой схватке. О, здорово, Хас. И твой голем. Наконец-то ты здесь. Эти пауки уже начали действовать мне на нервы. Позволь мне открыть для тебя эти двери. Толстяк или... Эээ... Или и открой двери. Сейчас же глупое создание. Сейчас же, Шет, надеюсь, ты готов. Его зовут или... Его зовут или... Или и откроет дверь. Ладно, неважно. Так, я иду посмотреть, что там. А это что такое? Мрачный страж. А, Лассал. Мы его отмочили в прошлой серии. Глупцы. Господа знала, что вы придете. Сражайтесь и знайте, что вы умрете. Напрасно. Ой, да ладно. Сюда? Нет, назад. Подождите? Здесь деньги. Ты что ж такое? Место только ничего нет, а? Татьянуешему уровень, между прочим. Да, у меня место вообще нет. Тут надо какое-то что-то делать с этим добром. Возьми вот это. Возьми вот это. Йошиму. Сокровище спрятать. Это отобрать. А это распознать. Посох-булава плюс два. Это можно продавать. Хотя вещь хорошая. И посох, и булава. Где Хас? Кстати, а где... А, Хаса убили. Ха. Не повезло тебе, мужик. Ну ладно. Спасибо, голем. Если что, мы знаем, где тебя найти. Че там, че там, че там, че там? Не успел прочитать, блин. Тогда иди навстречу своей судьбе. Осмелешься ли ты ворваться в святая святых? Я думаю, нет, Лассал. Хватит меня пугать, Лассал. Осторожно. Справа Гелал. Тут у всех одинаковые имена. Лассал, Гелал. Зассал. Держи. А, они же бессмертные, кстати. Да, да, да. Поднажмите. И они все куда-то возвращаются. Куда? Я не помню, надо их добивать. Идут в нижние гробницы. И там как-то надо кол куда-то там. Вонзить. Давай сюда попробуем. Блин, допустите меня первого. Спасибо, Дарст. Эти быстро умирают, но... Их надо прикончить. Молодой вампир. Большой упырь. Здрасте. Да мы вас разорвем здесь. И догнать надо газообразную форму их. Ну, как бы... Вернее, не форму, а найти, куда она летит. Бассейн наполнен жидкостью, в которой без труда угадывается кровь. Ты можешь войти туда, если осмелишься. Да, пожалуйста. Ты входишь в кровой бассейн и обнаруживаешь на его дне булаву. От запаха крови, однако, тебе начинает мутить. Больше в пруду ничего нет. Чем мы взяли тут? Капец. Предметы выпадают. Так, булаву... Не, не тебе, тебе. Булава разрушения плюс один. Эта тяжелая булава была создана с особой целью, или уничтожением нежити. Любое существо такого рода, получая удар этим оружием, не только ощущает боль, но может мгновенно прекратить свое существование. Ходит легенда о жрице, святость которой была столь велика, что она отправляла в небытие вампира, лишь слегка коснувшись его. Но оружие лишь питало его своей силой, и она его. Вопрос чисто теологический. Нежить должна сделать спасбросок против штрафа минус четыре, или будет уничтожено. Ну, против нежити находка. Конечно. Так, я даже не знаю, куда это все сбросить. Записка связанного. Держи это. Ключ от теневых воров. Держи, это уже четыре есть лично. Так, Яшима, что у нас там с уровнем? Двадцатка, да? Становка ловушек, тихое движение. Давай скрыться в тенях. Семьдесят тебя сделаем. Яшима супервор будет у нас, чувствую. Прокачаем все характеристики вора. С таким подходом. Ну, нам сейчас брать эту голову не к чему, потому что у нас любое оружие разрывает вампиров. Голем какой-то бешеный. Ты куда это, друг? Держи! Так, вампир здесь живет, смотрите. Ты победил вампира, и он вернулся в свой гроб. Если у тебя есть деревянный кол, ты можешь попытаться убить его. У меня есть деревянный кол, давай. Ты пронзаешь колом черное сердце вампира, или колом. Тварь не будет больше тебя доставать. Тут тоже есть. Вампир окончательно мертвый, от гроба пахнет падалью. Больше с ним ничего нельзя сделать. Ну, давай я этого еще зарежу. Так, ты победил вампира. Ты пронзаешь его тело колом, и тварь не будет больше питаться другими. Замечательно. Кому там уровень повысили? Айри, тебе. Так, заклинание четвертого и пятого уровня, отлично. И способности появились. Поднять всех мертвых, это мы уже изучили. Аура пламенной смерти. Дополнительное заклинание седьмого уровня, восьмого уровня. Достаточно дойти. Энергетические клинки. Клинки. Позвать темного планетара. Вот этот, по-моему... А, это как-то нельзя. Почему? Наверное, он еще уровень у него не выросло. Вот этот можно. Энергетические клинки, тадиски, сотворенность, чистая энергия. Дисдает плюс десять. Ох ты, класс-то какое. При попадании причиняет... О, замечательно. Разобляет. Один энергетический диск. За уровень заклинает позволяет ему совершать девять атак в раунд. Пока он вооружен дисками. Неплохо. Деву еще можно призвать. Закрывает небесные врата и призывает ангельское дело. Зажаясь на стороне заклинающего до окончания срока действия. Может, от этого? Можно взрыв. Это заклинает трещину земли прямо под целью, которая раскрывается. Получает жерло. Ломая ее, обжигая, держит жертву один раунд. Заклинание причиняет десять до десять. Нифига себе, добавляющего десять до десять огненного урона. Давайте десять до десять. Мне тут интересно все-таки. Так, есть. А куда она добавляется? Интересно. А на минутку. Подожди, я-ка, дешевле искать-то. Десять до десять. А мои, мои клинки, интересно. А, клинки, вот. А твои где? Эри, куда добавляется твоя дева? Да. Странно сюда, что ли? Что-то я не понял, мага, куда это добавляется. Войн, это понятно. Но дева это максимально, это здесь. Да нет. Параление нежить. Надо было заклинание, наверное, брать. Потому что я не знаю, где дева здесь оказалась. А может где-то есть. Явно это же не пятый уровень. Ладно, найдем. Какие заклинания добавились? Нет, не здесь. Здесь добавились до четвертого уровня одно. Защита от молний. Вызов животных. Нейтрализация яда. Это все есть. Свобода действий. Мограждение от смерти. Это заклинание защитить объект от всех фосмитильной магии на время своей недави. Давай от этого. Так, и пятое еще одно. Отразить нежить. Нанесение критических ран. А, давай этот пламень. Незнание нежити. Что-то не понял, где у нее искать это заклинание. По идее, оно вот здесь должно быть. Это же как дополнительное. Вот у меня что-то появилось. Вихревая атака. А что у нее не появилось? Ладно, может разучить реально надо попозже. Или вздремнуть. Посмотрим, в общем. Тут тоже кто-то есть. Нет, тут вампиров нет. Но мы двоих убили. Так, это мы только часть прошли. У меня еще осталось три кола. Поэтому надо как-то, я не знаю, может не всех вампиров бить. Один надо, наверное, оставить, мне кажется. Что это моя задача? Это будет вам помогать. Вампир-то на этом этаже не встанет. Но я ж не знаю, сколько нас ждет еще в другом месте вампиров. А ну пошли сюда. Ой, молодые вампиры. Даня нам ничего не сделает, но... Но не стоит... Не стоит... Недооценивать противника. Серьезная тетка, смотри, что делает-то. Да сейчас пробьем. У нас оружие, которое снимает все. Убили. Это Йошима. Йошима бить нельзя. Так, а куда ж тетка полетела, интересно, если мы тут всех уже того. Это все, это все. Тут две гробницы, только на этаже. Плюс еще Джахиры у нас. Заморожены. И нормально. Нормально отлупили. И тут что-то интересное. Все, успокойся. Успокойся, не хнычь. Ну, держи. Вообще-то и деревяшки у меня их надо беречь. В этой отрасительной комнате пыток доминирует покрытый засохшей кровью сток в центре. Похоже, сюда бросают жертв, чтобы они истекали кровью на ужасном полу, покрытом шипами. Зачем кровь собирают в этот сток, остается загадкой. Спокойно. Да ладно, ничего со мной. Ого, я уже мертв. Ты выжил. Ты выжил, друг мой. Больно было, да. Ладно. Давайте всех, всех подлечим. Чуть-чуть Йошиму. Я-то исцелюсь сам. Ну, ладно. И меня не забудь. Все, пошли. Нас ждать нижние этажи. Ты должен собрать свою партию, перед тем, чтобы вентюрить вверх. Тут вообще... Ой, блин. Вот так это... Так будет с каждым. Йошима, ты опять пьешься вперед? Я не буду вернуться к тебе. Нарядиться. Еще будут. Ого. Наверное, лучше не вылазить, мне кажется. Ладно, я разберусь. Работаем, ребята. О-оу. Меня переманили на чужую сторону. Вот это действительно опасно. Вот это действительно опасно. Я нажал не на то, ну ладно. Ну да, я сейчас убью всех. Давай загружаться. Это самое страшное, что могло произойти. Это страшнее не придумаешь просто. Потому что я на чужой стороне, это все, это конец. Да, давай назад. Подходите. Убили с одного удара. Дальше. Ну что, всех убили, нет? Ну, по-моему, все. Центральный бассейн полон свяжения из крови. Откуда она течет? Че-то непонятно. Комната наполнена ее запахом. Ммм. Непонятно и непонятно. Так, что тут было? Вот еще пару колец. Я одна очень маленькая бутылка с лечением. Очень. Очень маленькая. Я прямо ее возьму и выпью. Чтоб места не занимало. Настолько маленькая. Выпил? Молодец. Так, это какие-то тоже бассейны. И это бассейны. Ну что, давайте налево сначала. Йошиму? Есть подозрения, что здесь что-то заминировали? Нет? Подозрения оправдались. Йошиму виноват. На моем горе. Возвращайся. Так, что тут? Это камень. Горшки и прочие сосуды здесь хранят в себе законсервированные сердца и другие органы. Возьмуты вампиры. Здесь какая-то бронька. Ладно, ты забирай камень. И ты забираешь это. Познаем, что это. Кота на плюс два. Все. Не, пепельная чешуя, что-то веселая. Местные метрические полосы. Возготовление этого доспеха. Используются чешуйки. Выверна, вплавленный в кольчужное основание магическим огнем. Получившая в результате броня пепельно-серого цвета и более гибка, чем обычный пластинчатый доспех. Средопытушерс Кокан сделал этот доспех после того, как убил нескольких Выверн, который истребил всех оленей и лосей в его лесу. Ну, не думаю, что кто-то его будет носить у нас. Но раньше бы эта вещь была бы великолепная. Но сейчас, конечно, примитивная. Тем более, когда не было ничего. Ну что, влаваемся сюда? Лосал. Одну стычку ты выиграл, но битва еще далека от завершения. Найди меня наверху, в комнате клинков крови. Найди меня, найди меня. Йошимо. Это маленькое судно, похожее на что-то вроде гондолы, тихо... Где? Там не видно. Слова переплетаются. Тихо гудит, переполнено необычной энергией. Ладно. Какой-то алтарь. Хорошо, куда идти? Не знаю. А, мне надо вылезти, что ли, да, отсюда? А, я долго за тобой буду бегать? Лосал. Нормальный ты вообще? Я ж только за тобой пришел, он уже наверх сбежал. Ладно, давай сейчас его еще раз отмутузим. Здесь, что ли, ты будешь? Или где ты будешь? Не понял. А, в той комнате, наверное. Вот тут что? Тут будешь. Еще не пойму. Я буду ждать тебя наверху. А, здесь еще проходит. Ой, ё-моё. А я его не увидел. Точно он куда-то вверх пошел. А, ну, пошли мы вниз. Ну, считается, что вверх. Да нет, тут ничего особо и нет. Кроме комнаты с ловушками, наверное, да? А, нет, есть лестница, смотрите. Да, выход на поверхность. Хм. Интересно. Ладно, посмотрим, что тут. О, сейчас вы же разбросали свою погибель-то здесь повсюду. Ээээ, нашли еще один кол. Хорошо. Это хорошо. У нас их четыре уже. Так, пять уже. Замечательно. Так, это сюда. Это сюда. Кровать неплохая, да? Тут колья выползает, чтобы спать было удобнее. Так, тут мы всех убили, тут всех убили. С этой ямой я так и не понял, что за юмор. Такая большая. Ну и что, в ней нет? Ладно, пошли на поверхность. Готовы? Мы готовы. Я ждал твоего слова. Ну да, мы вышли как раз через ту самую дверь, которая больше не открывается. Интересно, как это? Вот скажите. Эта дверь закрыта с другой стороны на засов. Вы шутите? Пипец. И кто же закрыл? Лассал за нами? Куда нам идти? Там где-то проход, видать, был. Выход на поверхность. На нижний уровень. Ну давай еще раз попробуем. Я думал, мы выход откроем и хорошо. Нет. Давай заново. Хорошо. Попробуем еще раз. Как скажете. Так как кто-то дверь за нас засов за мной закрыл. Вот этот вопрос меня волнует. Подожди, может он тут? Да, он здесь. Блин. Считаю себя достаточно храбрым, чтобы противостоять. Невозможно, одной храбрости это недостаточно. Храбрость глупость и глупость все равно, что главное. Результат. Дерзкий ответ. Такой скот, как ты, портит все стадо. Твоя кровь останется стыдь. На камнях пола, когда я с тобой покончу. Ты недостойен того, чтобы тобой питаться. Я выпотрошу тебя для госпожи Ботхи. И у нее будет ковер из твоих жил и костей. Иди, иди к своей смерти. Я не дурак. Я знаю, что меня прикончишь. Так, ребята. Вы можете на подхвате, конечно, сюда подойти. Но в комнату не соваться. Я сейчас возьму стрелы. Да даже огненные. Гарроу. Хватит. Иди сюда. И сражусь с тобой один на один. Потому что, коль я, наверное, мне больше нанесут урона. Чем что-либо еще. Все, лосал. Вот так. 11500. Интересно, куда он поехал? Лосальчик. Блин, исчез. Куда ж он исчез-то? А где его могила была? Может, я там могилу пропустил? А, вот его могила. Нашел. Ты побьел вампира. Давай. Ты пронизаешь колом черное сердце. Вампира-тварь не будет больше питаться кровью других. Есть. Бодхи. Здесь бодхи. Сюда. Сюда, говорю все. Я надеялась, что до этого не дойдет. Но ты упор найдешь своим путем. Верно? Это моя работа. И она должна быть выполнена. Твоя смерть всего лишь приятное дополнение. Что ты можешь знать о моем пути? Да. Мне многое известно о тебе, о тех, кто тебя нанял. И об их намерениях. А ты можешь сказать то же самое? Ты действительно знаешь своих хозяев, скрываешься в тени? Ну, ты должна знать, что я очень подозрительно отнесусь ко всему, что ты скажешь. Ты можешь верить тому, что я скажу или нет. Меня это не очень волнует. Похоже, ты в любом случае твердо намерен чинить мне неприятности. Скажи мне, что кроме обещаний сделали теневые воры? Они тебе что-то дали или просто держат тебя на крючке? Полагаю, они очень-то внятно тебе объяснили, каковы их цели. Они сказали, зачем им нужны твои услуги. Почему они предложили тебе помощь? Возможно, они немного сочувствуют моему положению. Спасение друга – благородное дело. Их услуги стоят недешево. Я заплатил за них более чем достаточно. Разве неужели золото так важно для них? Или за тобой наблюдают, ведя в описи учет твоих способностей? Спроси себя, что ты можешь предложить золото? Золото – дело наживное. Услуги, возможно, но найдутся и другие, кто сможет их оказывать. А что ты предлагаешь, чтобы я присоединился вместо них к тебе? О нет, я совершенно уверен, что все закончится насилием. Ты слишком непостоянен для моих целей. Мне просто интересно, знаешь ли ты, до какой степени тебя используют? До сих пор теневые воры вели себя честно. Неужели ты уверен? А что, если ты их интересуешь не только как наемник? Что, если они прекрасно знают, кто ты такой, что ты такое? Ты выглядишь удивленным. Я знаю, что ты такое, дитя Бала. А Ренику сказал мне, он мог узнать больше, пробудив твое могущество, но воры помешали ему. А что ты знаешь об Айреникусе? У меня к нему дожег за все это, что он сделал со мной. Я знаю больше, чем может вынести твой мозг за всю твою жизнь. У тебя столько всего творится перед самым носом. Ты столько всего не видишь. Ах, ты ведь даже и Моэн проморгал. И Моэн у меня забрали. Я найду и найду этого Айреникуса. И второе, не похоже, чтобы этот Айренику с кем-то поддержал близкие отношения. Что ты там делала? Я была там, поскольку захотела прийти. Это долг каждой хорошей сестры. Но тебе, конечно, подобные добродетели неизвестны, поскольку тем, кто вокруг тебя, так ужасно их не хватает. Я начинаю вставать от этой беседы. Ты задал свои вопросы, выкрикнул угрозы. А я терпела и то, и другое. Пора положить этому конец. Мне еще о многом нужно спросить. Ты могла бы пролить столько света на мое положение? Так, ты хочешь уничтожить меня? Значит, этот Айреникус потерял ко мне интерес. Принуждение многого может научить. А ты любопытный тип. Что ж, давай дадим друг другу пару уроков. Давай. Поехали. Я не думаю, что вампир... Вампир со мной справится. Ребят, подключаемся. Да, это определенно было познавательно. Я видела достаточно, я с тобой закончила пока что. Так. Ты не уйдешь от меня так легко. Да нет же, уйду. Не вижу смысла заканчивать с этим здесь. Возможно, ты все еще нужен Айреникус, там, где он сейчас. Делись дальше, я уже видела все, что хотела увидеть. Так, ладно. По-моему, Бодхе мы наваляли. Подожди. Да, мы ее, я думаю, не достанем. Больше она сейчас улетит. Она попробует летучую мышь шлепнуть. Нет, свалила все-таки. Ладно. Она типа... Слушай, она мне нанесла половину линии и убрала. Мощная собака. Но не настолько, конечно. Разгромив противную гильдию и в самом деле полной вампиров, мне довелось встретиться с Бодхе. Она заявила, что знает что-то про ИМАН и, похоже, каким-то образом меня оценивала. Прежде чем улететь в виде облака. Все, что теперь остается, это вернуться к Арону и рассказать ему, что все члены гильдии убиты. Хотя их лидер ушла живой. Кроме того, у меня есть к нему несколько вопросов. Еще одна вещь, которая меня беспокоит. Бодхе знала. Она знала, что я дитя Бала. Ну, наверное, они... Родственники с Айреникусом. Давайте выйдем через вот эту боковую дверь. Даже ничем особо не пожевелись-то тут. Какое примитивное оружие. Викония стоит. Да, сюда только один вход. Я думал, это откроется гробницу. Странно. Нам туда точно уже больше не надо. Мы уже все, что могли, сделали. Поэтому можем идти. С утречка пораньше. В доке. И докладывать о победе. Городской глашатай. Внимание, свежие новости об отвратительной Сицилийской империи. Легионы зла идут на имя Скарсия. Ужас и смерть. Моя задница говорит со мной. С мастиканским акцентом. Как тебе это сойдет? За другую новость. Плохой глашатай. Его новости не прав Дио. Поэтому можно его не слушать. Он разговаривает со своей задницей. Так, черный рынок. Заберите у нас пару предметов. Во-первых, вот этот. Чешую и катану плюс два. Что-то еще? Рысь и глаз. Да, его туда же. Ну все. Булаву против нежики, пожалуй, ставлю. Так, пойду пообщаюсь. Вы извините. Сам пойду пообщаюсь, потому что идти сюда очень долго с командой. Надеюсь, с нами они не нападут здесь. Надеюсь, нет. Итак, ты вернулся. Мои лучшие шпионы донесли мне, что ты бился с ботхи и логой. Должно быть, резня была знатна. Это точно. Я уничтожил множество ее последователей. Да, штуки три. Но сама она ускользнула от меня. Это не имеет значения. Ее гильдия уничтожена. Вот что важно. Теперь члены нашей гильдии перестанут пропадать. По 50 тысяч опытов. Отдают ого-го опыта. Ты хорошо поработал, и я благодарен тебе за это. Мы заключили сделку, и я уверен, что ты ждешь выполнения условий. Сначала я должен сделать нечто вроде признания. Я определенно рассчитываю на твое понимание. Не стоит поминать старые обиды, когда перед нами новые угрозы. Именно теневые воры атаковали Ариникуса на променаде, Вокен, с тех пор, как мы следили за тобой. Вы были в союзе с ним? Нет, он сражался с фигурками в капюшонах. Прости, что я был не совсем честен, но надо было удостовериться, что ты не работаешь на него. Уверяю тебе, мы все еще на одной стороне. Мы узнали о твоем похищении почти сразу. Очень немногое в этом городе ускользает от нашего внимания. Но мы решили, что это несущественно. Мы думали, что нам нет дела до простого похищения ради выкупа, даже если оно случилось без разрешения теневых воров. Аскоре после этого мы начали терять своих товарищей. Это совпало с появлением Бодхи. Хотя мы не знали тогда ее имени. Угрозами и посулами она переманивала наших в свою гильдию. Больше никого из них не видели. Мы до сих пор не знаем, где большинство из них. Даже ее подручные не смогли бы сожрать и всех. Случайно найденное в канализации тело привело нас к Иреникусу. И его странной подземной тюрьме. Мы сражались и проиграли. Но волшебники в рясах взяли его. Как ты сам видел. То есть благодаря теневым ворам мы с вами выбрались из лаборатории. Там просто началась заварушка. И поэтому у нас появился шанс. В самом начале игры. Не обидел, что вы там делали. Это была бойня. Да, мы частично виноваты в том, что ты потерял Имаэн. Но нашей главной заботой в то время была Иреникус. Мы до сих пор не знаем, почему он убивал члена в нашей гильдии. Поэтому мы начали следить за тобой. Ты единственный, кто выбрался из темницы. Мы наблюдали за каждым твоим шагом. И старались держать тебя поближе к нам. Ты хотел, чтобы кто-нибудь привел тебя к нему. Вот так благотворительность. И второе. Тогда зачем было требовать с меня деньги? Почему бы просто не допросить меня? Мы должны были убедиться, что мы не могли позволить врагу попасть в гильдию, когда мы так ослаблены. Честно говоря, твое золото нам тоже было очень нужно. Мы думали, что ты сможешь привести нас к нему. И были правы. Ты ищешь Имаэн и Иреникуса, а мы ищем ответы. Видишь ли, все это находится в одном и том же месте. Волшебники в рясах забрали их в единственное место, которого по-настоящему боятся все волшебники от скалы. Место, где силы обнажаются и исследуются, где разум препарируют и изучают. Я слышал, что он называется приютом для лиц с магическими отклонениями. Но маги зовут его просто Спеллхолд. Это лечебница, куда посылают тех, кто должен исчезнуть. Тогда вытащить оттуда мимо Иэн пара пустяков. А что это за место, о котором никто не знает? Ты должен понимать, что просто штурмовать ее не выйдет. Спеллхолд — это крепость-лечебница, создана для того, чтобы удерживать магов и других одаренных. Без сомнения, многие из них заслужили это. Да, никаких сомнений, некоторые заслужили это. Ты что-нибудь можешь сказать об этом месте, Йошиму? У меня не было намерения спорить с господином Линвайлом. Наверное, некоторые из них это заслужили, но место жуткое. Меня там, конечно, никогда не было, но мне приходилось слышать о тех, кого бросили туда, совсем как Имаэн. Неужели это такое жестокое место? Остров, на котором находится Спеллхолд, находится под собственным управлением. И даже волшебники в рясах не знают точно, что происходит с теми, кого туда посылают. С тех пор, как ее построили, никто не хочет, чтобы его имя связывали с ней. Даже заказать то до рейса, и то непросто. Вот для чего понадобилось твое золото. Когда ты окажешься на острове, тебе самому придется разбираться с защитой крепости. А также с пиратами, которые контролируют это место. Возвращайся с Имаэн, если захочешь, убей Иреникуса, если сможешь. Если Иреникус находится в лечебнице, разве он еще и представляет собой угрозу? Мы не уверены. Осведомители среди волшебников в рясах говорят, что те какое-то время не имели прямого сообщения с островом. Воистину, это место, куда сплавляют всех неудобных. Инциденция Иреникусов нужно было замять, иначе народ потребовал бы новых мер против магов. Тогда я готов отправляться, нельзя терять времени. Давай поднимать паруса. Тогда я скоро отправлюсь. Дай мне немного времени, чтобы пополнить мои припасы. Возвращайся ко мне, как только сможешь. Капитан корабля может найти себе другую работу, если ты долго провозишься. А он и так не особо счастлив, что придется плыть на этот остров. Ладно. Ладно, 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 я понял вас. Пойду я сейчас выброшу наконец-то предметы. Будем с вами отправляться. Мне надо выбрать очистить сумку. Да, наверное, и Коли уже не пригодятся. А может, пригодятся Коли. Точно сказать не могу. Пойдем. Я мозгерю. Да, пади, в общем. Вообще-то, мне их лучше, наверное, сложить в эту сумку отдельную. А все подозрительно выложить... Да не подозрительно, а просто предметы выложить в ящики. Вот эти всякие частички вдруг игра, мало ли, закончатся внезапно. Чтобы они были со мной и перешли в дополнение, если, конечно, не перейдут в дополнение. Могут и не перейти. Так, давай сюда. И сюда. Меня что-то никто не хотел видеть. Думаю, что нет. Ну, все, вот мы устранили вторую гильдию. Как думали воров, которая вела войну с первой. То есть... В войне воровских гильдий конец пришел сегодня. Так, мне тут прокачали. Опять уровень. Уровни, блин, летят. Топор, короткий меч, длинный меч, полуторный меч, катана, кинжал, боевой молот, палец, копье, алебарда, цепь, посох, арбалет, длинный лук, дротик, двуручное оружие, меч и щит, одно оружие. Давай, наверное, алебарда. Так, вот способность появляется. Вихревая атака. Это, кстати, неплохая вещь. Сопротивление магии. Боевой клещ. Давай, наверное, вихревая атака. Чтобы у нас было две таких атаки. Готово. И у меня что-то должно появиться, да? Так, длинный меч. Могу и пятый сделать. Молодец. Так, великая вихревая атака. А я что, могу два сделать? Две могу сделать. Ничего себе. Давай великая вихревая атака. Угу. Готово. Надо ее хоть попробовать. И давай на второй этаж. Я ждала твоя слово. Ну, с Ботхим мы еще встретимся. Я так думаю. Интересно. А если бы я на ее сторону пошел? Чтобы... Чтобы она тогда сказала. Я, кстати, никогда не выбирал ее в сторону. Так, ладно. Давайте выберем сундук. Куда я сброшу... Ну, в принципе, я сюда не могу зайти? Нет. Давайте так. Это мне все надо сложить сюда. Это свитокром фаер. Это тоже важно. Голем. Записка. Давай шарики выбросим сначала. Ну, два сердца демона. Они нам вряд ли понадобятся. Дневник сумасшедшо. Дневник. Хорошо. Это можно здесь сбрасывать. Это нам не понадобится. Хотя сердца демонов может и понадобится. Я не знаю. Далее. Далее вот это вот... Нет. Давай сначала выбросим, а то я запутаюсь. Теперь шарики. Шарики точно надо сюда... Вышвырнуть. Потому что действия их неизвестны. Каждый может выстрелить по-разному. Мне этого не нужно. Особенно в тяжелых боях. Так, давай... Ну, Коле надо при себе держать. Мы с вампирами-то еще встретимся. Нет. Подожди сюда. Давай еще пять шариков. Сумку надо почистить. Не, не, не сюда. Они еще и не объединяются. Собаки такие. Так. И те два шарика отсюда. И ключ от... Нет. Ключ лучше при себе держать. Это ключ от этой башни наблюдателя. Иначе без этого ключа тут не войдешь. Может, нам туда надо войти. Будет когда-нибудь. А мы это потеряем. Так. Макийская птица. Ну, пусть будет. Ладно. Ключ от портала. Можно. Скипетр сияния. Меч плюс три. Можно. Щит гармонии плюс два. Все остальное в другое место сложен. Вот я туда, сюда выложил квестовое. Подозрительное все. А это все в броню я сложу. Вот это только два предмета. Подозрительных выложу. Так, Минск. У тебя еще там что-то было. А, вот два ключа. Ну, давай. Сбегаю ради тебя. После обулава плюс два. Вот это надо было продать. Ну, мы продадим. А, вот еще у Минс какие-то вещи. Рунный камень. Какие-то рога. Ключ, какая-то хрень. Эту хрень надо сложить в сумку. Именно, чтобы она со мной была. То мало ли что случится дальше. История заключенного. Ну, историю заключенного можно выложить. Давай, я тоже сбегаю отнесу. Три предмета, да? Да. Мы-то там набрали всякой ерунды. Но я не знаю, для чего она нужна. Так, заключенного. Записка связного. И ключ от теневых воров. Это уже в прошлом. Просто сейчас мы отправляемся вообще на другой континент. Я не знаю, когда мы вернемся обратно. И вернемся ли вообще. Дело-то такое. Так, Минск. Неси туда вот это. Перчатки Барда. Не знаю, что это. Какие-то рунные камни для создания голема. Навершие цепа. Как будто я создаю снова цеп веков. Два рога. Венец не терила. Ну, а это, я думаю, мы оставим пока. Так, это продать, это нет. Это против нежити. Я даже это в сумку положу. Давай, иди. Блин, у нас Минск все это время стрелял стрелами. Плюс три. Я забыл приключить ему лук. Поэтому урон был хороший. Ладно. Давай сбрасывай вот это вот странные вещички. Хотя, может, их не сбрасывать. Ладно, пусть лежат тут пока. Там потом посмотрим. Потому что если все с собой носить, то это можно с ума сойти. Так, здесь у меня что? Так вот тоже он, змеиная древка какой-то. Для чего вообще нужно? Дебруш. Коготиксила плюс четыре. Это хорошая вещь. Ладно, давай подсекатель сюда. Это он что нам делает? Против великанов? Да какие великаны? Снежный разбойник. Холод кислотой. Рюкзак. Тут будет жезл и плащ драгомира. Это... А, понятно, это квестовый. Убийца волшебников. Неправильная магия. Пусть остается. Аверный глаз кипит ружеса. Это страх. Пусть будет. Звездный плащ. Пусть будет. Защита HR. Пусть будет. Жезл. Обязательно. Жезл огня. Наручи смерти. Сюда. Ну и все, да? Ладно, пусть будет. Давай сюда, пока. Наручи паладина. Наручи паладина. Это что? Здоровье плюс 10. Такое. Линолук плюс 3. Пусть будет. Кровавый дротик плюс 3. Пусть будет. Он возвращается. Жезл проклятия. Жезл и жезл. Святой искупитель плюс 2. Шипик силя. Можно выложить посох священника. Можно выложить щит гармонию. Можно выложить копье единорога сюда. Жезл. Скипетр сияния. Это мы что-то открывали им. Это другая вещь. Не та вещь. Это как и птица. Ну ладно, пусть будет. Так, это забрасывай сюда. Угу. Так, эту птицу оставь. Так, я не понял. На плюс 5 я не выброшу. Хангарда. Это меч, который... Ой, топор, который можно бросать. Плюс 4. Кинжал звезды оставлю. Драконий шлем. Это против огня защита. Это тоже жезл оставляем. Дельвер и кольчуга. Плюс 3 уходят. Звезда бури. Электричеством урон. Ну пусть будет электричеством. Так, это я забросил. Боевой топор. Плюс 3. Это можно сбросить. Судьба хиндо. Это можно откачать. Вернуть уровень, вернее. Альнзека. Это перчатки. Лук эльфийского дворца. Плюс 3. Ну пусть будет. Детонации. Полный доспех. Фаеркама. Булава разрушения. Это камень дозора. Вход в башню. Еще сбросил чуть-чуть. Отлично. Так, теперь я сбрасываю непонятные вещи. Змейная древка. 4 вот этих. Ну это, наверное, надо держать при себе, мне кажется. Это тоже монтолио сюда. Это эксилия плюс 4. Это тоже сюда. Это сюда. А вот это для сбора. То, что видит наш кромвель. Насчет остальных предметов я еще сомневаюсь. Ну тут все понятно. Эти всякие сердца демонов. Вряд ли нам понадобятся. Рунный камень. Рок-рок. Цепь ядовитая. Это венец. Ну давай венец не тарила с собой возьмем. Какие-то вещи бесполезные. Я предлагаю это все носить с собой. Мало ли что произойдет. Вот это все предлагаю носить с собой. Сумки имею ввиду. То, что мы нашли в дополнении. Пусть оно будет. Потому что вот это, вот это, это в этой игре. А все, что нашли, это в другой. После обулава это на продажу. Плюс 3. Это пусть будет тут. Вообще ничего нет. 24 противоядия. Такое есть? Нет. Ну давай заберу это, если тебе тяжело. Понял. Это с ума слишком далеко. Жезл разрушения магии. Ну все, я готов, в принципе. Пошли? Вернее, выйдите сюда. Мы сейчас тут поспим. Мы разложились. Мы готовы к путешествию. Спелл и Холд. Карманы опустошили. Можем с вами лететь. Так, двери закрыть и выспаться как следует. Потому что мы с вами хорошо постражались. Так, есть. Дай мне 24 сюда противоядия. Пусть они у меня лежат как раз вот тут, в этом месте. У меня полная сумка еще свободная. Вот это продать надо. После обулава плюс 2. Но вряд ли понадобится. Все, выходим. С нашего супер-замка. Пора идти за ИМАН. Пора штурмовать Спелл Холд. Ха-ха. Берегитесь. Кто бы там ни был. Ну там уже Иренику справят. Судя по тому, что мы видели. В прошлой серии. Спелл Холд уже захвачен. Кое-кем. Ну мы дадим отпора, что ж. Шадо не пускает вперед, видите. Боится выпустить. А тут неплохо дает опыта за сюжетные квесты. Больше чем мы за башню надзирателя с вами набрали. Ну по 50 тысяч. По-моему не давал никто. Ладно, давай в доке. Мужчина-полурос. Мужчина-полурос. И что вы здесь делаете? В последнее время воры часто дрались друг с другом у меня на глазах. Меня до самых волос на ногах трошь пробирает. Подумай, что творится. Это были не воры. Когда ты узнаешь, что это были вампиры, ты вообще обделаешься. Так, заходим. А если бы мы выбрали сторону Бодхи, то мы бы штурмовали вот это здание. В принципе, из двух зол выбрали лучше. Это, по крайней мере, люди. Так, ладно, стойте на месте. Я думаю, нас отправят в стой комнаты и без крупы. Дай, надеюсь. Теперь вообще у нас вам мне делать нечего. Все? Мы уже все сделали. Пора на новую территорию. Я готов, давай. Великолепно. Крэш ждет. Удачи тебе. Надеюсь, мы найдем то, что ищем. Отлично. Вперед, друзья мои. Вперед. А тут уже правит Айреникус. Проспись, дитя. Время для еще одного испытания. Пожалуйста. Я не могу больше этого терпеть. Терпение, Мэйэн. Скоро все это закончится. Нет, не делай этого. Я не хочу умирать. Молчать, собака. Ты ни на что не годишься, кроме как умереть от моей руки. Я вижу, у Айреникуса появилась новая, более совершенная лаборатория, чем у него была до этого. Поэтому ему все на руку, по-моему. То, что произошло. Ты почти готова для нее, Мэйэн. Она будет довольна. Ништы. Аарон Линвальд, на этом корабле ты доплывешь до острова. Большая часть твоего золота пошла, большая часть твоего золота пошла на оплату рейса, а также молчание команды. Хотя молчание будет гораздо более красноречивое, ибо ты найдешь мою команду весьма буйной в любое время суток. Я поощряю всеобщее веселье. Личные привычки команды – это твое личное дело, капитан. До тех пор, пока они справляются со всеми своими обязанностями и доставляют моих подчиненных вовремя. Ни страх, ни забота не должны омрачить твои мысли этим вечером, милот. Мне тысячи раз доводилось плавать по этому морю, и я не предвижу неприятностей. Тогда давай перейдем к знакомству. Ушет – это капитан Саймон Хавариан. Он и его корабль, мистер Хавариан. Как называется твой корабль? Блин, текст, конечно, жесткий. Мистер Хавариан, как называется твой корабль? Ах, его имя переменчиво. Как ветер в основном потому, что я все никак не соберусь должным образом закрепить табличку. Пока что будет галант, пока мне другой каприз не придет. Что до путешествия, то слушай меня внимательно, Шет, ибо на море встречаются опасности, о которых ты можешь не знать. Да вы что? Я весь во внимании, капитан. Твоему сутами говорит опыт. Я высушу тебя. Внезапный шквал или незамеченный риф могут оказаться смертоносными для неосторожных, хотя, скорее всего, мы встретим пиратов с дурной репутацией. Вот почему мне пришлось позаботиться о некоторой охране в этом рейсе. Охране? Я не был предупрежден об этих планах. По всем таким вопросам следует советоваться с капитаном. Разумеется, я даю тебе еще одного члена команды, призванного увеличить безопасность рейса в целом. Это Сайм, и она будет держаться очень близко к тебе, Сайм Анхавариан. Для твоей же безопасности, разумеется. Разумеется. Я позабочусь о том, чтобы даже если море приготовить для нас какие-то сюрпризы, смерть не пришла из неожиданного источника. Я понятно изъясняюсь. Понятней некуда, миледиа, хотя меня не очень устраивает твой тон. Я уверяю, тебя во время нашего путешествия не случится ничего непредвиденного. Сайм также будет давать тебе советы, Шет. Она знакома с несколькими обитателями острова. В таком случае мы полностью укомплектованы и готовы к отплытию. Лучше, если мы как можно скорее выйдем в море. Высаживайся, милорд, и мы тронемся. Держитесь, путешествие начинается. Аарон Линваль показал себя достойным им доверия, и вот ты уже плывешь под парусами с велеречивым Саймоном Хаварианом у руля. Путешествие проходит без приключений. Если по этому курсу идут другие суда, то они должны быть на порядочной дистанции. Ты хорошо проводишь время, и скоро видишь на горизонте довольно крупный остров. Он мог бы показаться приятным местом, если бы не мрачная тень, растянувшаяся на всю его длину. Ясные очертания лечебницы Спеллхолда, угрожающие, нависают над обрывистым берегом. Эх, путешествие начинается. Наконец-то мы попадаем в новую локацию. Мы прибыли, и вовремя могу добавить, приношу богатайность всей команде, а также нашим гостям за их чудесное общество. Пришлось выжать из ситуации все, что можно. Мне, например, удалось выиграть немало твоей команды. Странно, похоже, они думали, что только они умеют играть карты. Тебя я хочу особо поздравить, капитан. Какая удача, что ты отвлек те корабли, которые мы видели на горизонте. Твои сигналы в ночи, это было какое-то предупреждение. Да, в общем, я подумал, что они могут быть пиратами, так что я просто показал им серию огней, которая копировала их собственную. Я хотел притвориться одним из них. И снова прими мои комплименты. Кажется, они и вправду сочли твой сигнал предупреждением, что их ждут неприятности, если они атакуют. Это всего лишь доказывает, как слабы они умом. Мы должны всегда на шаг опережать своего противника. И прятаться за спины друзей. Надеюсь, ничто больше не помешает нашему успеху. Я сделал все, что мог, как капитан и как соотечественник. Большего я сделать не могу. Так или иначе, мы прибыли. Я предоставлю вам завершить вашу миссию, в чем бы она ни заключалась. Было очень приятно путешествовать в вашем обществе. Но теперь мне пора идти. Так, глава 4. Я не доверяю этому пирату Шет. Он держится и таким просточком, но его поведение во время рейса выдает коварный ум. Он доставил нас на место, как и обещал, если более важные дела, которых стоит побеспокоить. Второй вариант, убей его, если хочешь. Меня это не волнует. И третий, он кажется мне вполне дружелюбным. Пойдем, ты почувствуешь себя лучше на берегу. Согласна, будь готов, это место достаточно опасно, даже если оставить в стороне мои подозрения насчет Саймона. Конец. Ну что, поздравляю, мы... Мы прибыли. Глава 4. Ни одной из записей, ни одного квеста. Мне удалось выполнить все, о чем просил Аарон Линвальд, включая уничтожение конкурирующей гильдио основанной Бодхи. Даже сама вампирша была обращена в бегство, и теперь мастер теней просветил меня относительно некоторых вещей. Это теневые воры напали на Айреникуса в том подземелье. Не слышали о моем похищении, они не придавали ему значения. Однако потом появилась гильдия Бодхи, и многие теневые воры начали пропадать. Ним удалось отыскать подземелье Айреникуса и обнаружить его связь с Бодхи. А затем мне довелось быть свидетелем их последующего самоубийственного вторжения. Аарон считает, что он частично в ответе за похищение Маэна. Он рассказал мне, что ее и Айреникуса держат в одном месте на острой лечебнице для магов под названием Спеллхолд. Золото, которое мне пришлось добыть, было использовано, чтобы заказать корабль до острова, где я смогу найти ответы на свои вопросы. Аарон предупредил, однако, что это лечебница настоящая крепость, предназначенная для содержания безумных магов и других граждан с отклонениями. Просто пробраться туда уже не будет подвигом. Тем не менее, путешествие на корабле Капера Саймода Хавариана уже оплачено, и я на пути туда. Шикарно. Сохраниться я не могу. Рядом монстры. Интересно, какие монстры рядом? Я даже выйти не могу. Саймон Хавариан. Боюсь, что я не могу так быстро избавиться от вас своего присутствия, хотя я должен признать, что несколько привязался к осевому. Выбора у меня нет. А, понятно. А я думаю, в чём я не могу сохраниться? Мне не нравится твой тон голоса. Что ты собираешься сделать? Мои извинения, так я уже сказал, ты совершенно не входила в мои планы, но у бизнеса свои законы, знаешь ли. Хорошее дело, что это нас убьют всех вместе, если моя жизнь оборвётся, то и твоя тоже. Подумай об этом. Я подчеркиваю, Сэш, что я сделал то, что должен был, а теперь вы будете делать то же самое. Ты будешь, слышишь? Это всё, что я знаю. Ты узнаешь тех, с кем сейчас столкнёшься. Я надеюсь, они быстро с тобой покончат. Не выношу насилие, честно говоря. Все добрые люди склоняют голову от стыда. Нас предали, моряк привёл к нам вампиров. За это ждёт его славная месть. Ладно, ребят, давай кинем. А я думаю, чью игру не могу сохранить? Нажимаю, нажимаю. А ладно, у них нет шансов. Хозяйку Валин убили. Ну, не хозяйку, а подчинённую. Ну всё, мы их разбили. Я знала, что он предатель. Наших угроз хватило, чтобы мы оставались в безопасности на борту, но здесь должен быть кто-то, кого он боится ещё больше. Это те же существа, с которыми мы сражались, когда вошли в логово вампиров, строивших козни против твоей гильдии. Бодхи наверняка где-то рядом. Здесь определённо рука Бодхи. Эти твари не последовали бы за Саймоном, по собственной воле его слабость отвратила бы их. К сожалению, он убежал. Я ему непременно отплачу за всё, если ещё когда-нибудь увижу его. Мы должны найти его и высадить их логово. Он заслужил свою смерть. Есть более важные вещи, о которых сейчас следует побеспокоиться. В любом случае, я должна убедиться, что ты сможешь проникнуть в лечебницу. Иди в таверну. Поговори с мужчиной по имени Саник. Если есть путь в лечебницу, то он его знает. Я немного разведаю местность и встречусь с тобой на дороге. Ведущая к лечебнице, работай быстро, Шет. Наши враги знают, что мы здесь. Да, мы, собственно, не боимся врагов. Мы сами можем победить кого угодно. Саймон Хавариан достаточно благополучно доставил нас на остров, но после нашей высадки мы нарвались на засаду вампиров. Саймон, конечно, сожалел о том, что привёл нас в неминуемую западню, но всё равно он внушает презрение. После победы над вампирами и бегством Саймона, Сайм сказала, Саймон, Сайм, что, возможно, Бодхи стоит за предательством пиратов. Мне нужно торопиться, чтобы получить доступ в лечебницу. Сайм посоветовал пойти в местную таверну и поговорить с человеком по имени Саник. Она, тем временем, будет шпионить вокруг и встретиться со мной у прохода, ведущей непосредственно в лечебницу. Ну всё, друзья, сейчас я могу сохраниться. Да, вот теперь я могу сохраниться, теперь без проблем. Теперь в следующей серии мы с вами изучим эту часть острова. Побываем в таверне, возможно, выполним пару побочных квестов. Вот, кстати, он находится, где этот остров? Понятно, где мы находимся? Недалеко, в принципе. От башни дозорного, наше любимое место вообще рядом. И сначала найдём предателя. Потом найдём Бодхи. Я думаю, мы с ней встретимся прямо здесь. Она, видите, уже здесь начинает вампиров вызывать. Ну и, конечно же, будем пробираться в лечебницу, где находится наша подруга Эмая. То есть приключений у нас ещё очень и очень много. Спасибо, что смотрели. С вами был Дмитрий, канал Shadow L'Play. До новых серий во вратах Валдура. 2 Теням на глава 4. Пока.